Вот сейчас я хочу поговорить про эко-мех. Тут, ну, как бы говорят, войлочный эко-мех, кто-то называет арт-мехом некоторые мастера, но дело в том, что эко-мех – это может быть даже мех животных, реально, не зеленый, не вегетарианский такой, да, не веганский, если считается, что эти животные выросли в экологичных условиях. Это может быть искусственный мех. Прежде всего, эко-мехом называют любой искусственный мех. Это материал современный, он очень красивый внешне может быть, и по большей части он, конечно, из синтетических волокон. Вот, он уступает, он уступает, конечно, меху натуральному по многим качествам, ну, в общем, но используют его для одежды и в интерьерах, а в давние времена, кто застал СССР, помнит, что называли его мехом. Вот, этот мех делают в основном из синтетических волокон, но иногда делают искусственный мех из натуральных волокон, из шерсти, не обязательно войлок, из шелка, собирая по шелковой ниточке, из хлопка, льна, вискозы. И, соответственно, эти ворсинки крепятся на ткань. Есть три основных способа технологических таких, хотя их больше, чем три, но три самых популярных. Да, один накладной или клеевой, да, когда наклеят, а цепляются ткани прошивной, когда на тафтинговых машинах петельками так набивают этот. И трикотажный метод, когда вяжут трикотажное полотно, параллельно вот туда зацепляя вот этот ворс. И очень часто этот мех искусственный, его специальным покрытием обратную сторону покрывают, чтобы не пропускало воду, ну, и говорят, чтобы улучшало теплопроводность. Но, как любой текстиль, соответственно, искусственный мех, у него есть плюсы, есть минусы. Он, конечно, дешевле натурального меха. Он не боится моли. Может быть самым разным, там, от белоснежного, там, похожего на лебяжий пух до совершенно выраженного мексиканского тушкана. Ну, и, конечно, хорошо, что для этого не надо убивать животных. С другой стороны, этот мех не теплый, это уже минус, и не очень долговечный. Искусственный мех через пару сезонов, ну, в общем, уже теряет всю свою внешнюю красоту. Вот. Ну, его вот применяют в интерьерах. Он, конечно, хорошо. Вот сейчас есть такие виды искусственного меха, которые смотрятся просто роскошно. И, ну, вот я подобрала несколько таких фотографий. Они, знаете, такие типовые. То есть такие объемные, большие покрывала, допустим, в интерьере, хорошо смотрятся. На 17-й год модные блогеры и вообще во всяких там в журналах по дизайну интерьера, я посмотрела тут в Штатах, в Канаде, к примеру, тоже вот 10 самых модных покрывал 17-го года. Это все, вот абсолютно, все самое модное – это искусственный мех. Разный ворс по длине, разные цвета. Это имитация меха разных животных, но это все искусственный мех. Натурального там нету. Вот. Это все, да, это часть домашнего уюта. То есть вот, пожалуйста, тут кресло, уютная мягкая подушечка. Очень хорошо используется в красивой одежде. Но используется иногда… Вот тут очень красивый вариант, да, нежный такой оттенок пастельный меха. Ну, явно красивая девушка, да, все хорошо. Используется иногда нелепо. И я даже вот сделала несколько слайдов, где можно выбрать или-или. Вот, к примеру, очаровательная шубка на девушке, и видно, что она ей подходит. Но дело в том, что некоторые объекты делаются унисекс. И вот, к примеру, я считаю, что достаточно нелепо выглядит меховая такая шубка с ушками на брутальном мужчине. Но, опять-таки, можно выбирать или-или. Или вот, допустим, вариант. Вот такая вот пинки, да, такого красивого розового оттенка шубка. Ну, вот тут вот поработал хороший стилист, да, тут видно, что как бы сумочка там красивого оттенка аксессуар, там очки и вот этот развивающийся мех, все гармонично. Или вот какая-то суточкообразным ртом Барби. Бейсболка явно не подходит к такой шубке. Ну, опять же, о вкусах не спорят, да. То есть, если мы в одном случае говорим о благородстве вкуса, да, в другом мы говорим об утилитарном применении. Я считаю не очень удачным, но или-или. Каждый выбирает для себя. Из искусственного меха успешно делают мужскую одежду. Причем разные шубы длинные сейчас в моде, объемные такие. Вот. Но иногда бывают вот такие курьезы. Я тут недавно в Фейсбуке у себя даже публиковала. Вот молочная компания «Арла». Помните, наверное, даже в России есть эти «Арла», аппетина, йогурты. Они сделали для рекламы своей продукции вот такой вот джакет из человеческих волос. Ну, подстригли мужчин, причем волосы с груди у мужчин взяли. Курьез. Я считаю, что мужественность не только в волосатости груди. Вообще, как бы у всех людей я считаю, что самое сексуальное – это мозг. Но, в общем, опять-таки, о вкусах не спорят. Бывают такие вот варианты эко-меха. Вот. Из искусственного меха делают очень красивые свадебные аксессуары. Это актуально во все времена. Вот данный воротник пилильна – это из шелкового искусственного меха. То есть буквально вот шерстяные, не шерстяные, шелковые ворсиночки вот так вот собраны. Очень дорогой, красивый аксессуар. А на 17-й год, почему я вам рассказываю про искусственный мех, потому что вы же видите, как все это можно сделать из войлока. Все красивое можно сделать из войлока. И вот, пожалуйста, шарфы и снуды из эко-меха. Причем они же хороши не только зимой, будет весна, а потом пройдет лето, будет осень. То есть когда не жарко, а во все это время, вот 17-й, 18-й год – это просто торжество меховых аксессуаров. Вот такие всякие разные наушнички тоже можно выбирать. Вот тут вот, да, дизайнер, вот девушка-блондинка, да, дизайнер подумал над образом, да, наушники, но при этом вязаный шерстяной жакет. То есть перебора мехового нет. А вот тут, пожалуйста, девушка, ну, наверное, сама юная такая придумывала себе гардероб, и вот тут уже очень много. Вот меховых аксессуаров вообще не должно быть слишком. Их надо уметь сочетать со всей другой одеждой. То есть когда вот тут на капюшоне меховая торочка объемная, и наушники, еще и помпон. Ну, в общем, а где сама девушка? Куча помпончиков. Вот, то есть это тоже вот не очень разумный вариант. То есть аккуратнее надо быть с меховыми аксессуарами такими. Вот, сейчас очень модно, всякие разные помпоны. И вот знаете, насколько я знаю, в России их модно из натурального меха делать. И в России, в Китае, в Корее, а вот уже, допустим, в Японии и в Северной Америке их все-таки делают из искусственного меха. Хороший, качественный искусственный мех. И вот посмотрите, шапочки разных цветов. Каждую это практически украшает. Вот, ну, конечно, для детских фотосессий. Ну, разве можно этим не восхищаться? Детки, детки хороши. Но искусственный мех, он хорош для фотосессий, для детей. Потому что мы помним свойства искусственного меха. Он не теплый. И он, ну, не очень хорош для кожи, потому что у него проблемы с тем, как он пропускает и впитывает влагу. Но вот для фотосессий это красиво. Ну и, конечно, эко-мех, он может быть совершенно разным. Он может быть искусственно сделан из перьев, из лоскутков всяких. Вот тут я показала. Вот перья, допустим, это такое классическое решение. А вот это обрезки кружева, обрывки витнажных тканюшек. И это тоже имитация меха. Это уже более креативное решение такое, необычное. Но это, наверное, все-таки для любителей стиля бога. Вот, ну, конечно, из искусственного меха делают какие-то аксессуары для домашнего любимца. Ну, тут вот, допустим, покрывальца для собачки, такое одеялко тепленькое. В общем, вот я где взяла на сайте эти картинки. Там эта одеялка для собачки стоит 3000 долларов. У меня собачка-лошадь большая, то есть ей бы маленького одеяльца не хватило. В общем, я думаю, это дороговато. Зато этот мех подшит кашемировой подкладочкой. Есть и вот такое. Люди, ну, люди разные, ведут себя по-разному. Вот. Ну что, дальше я хочу сказать про рукавотворный валеный эко-мех. Валеный мех я не люблю называть искусственным, чтобы вот его не путать с синтетическим. Он именно рукотворный валеный. Он может быть сделан мокрым валенем, свален, да, с водой вот традиционно. Может быть сделан, набит иголочкой. У Юлии Козыревой в свое время вот был такой мастер-класс «Воротник из Альпаки». Иголочки. Сейчас из Новой Зеландии какая-то валяльщица делает ковры. Тоже вот иголкой набивает локоны. Правда, ее спросили, а как они, эти ковры, как вот они в эксплуатации, можно ли стирать. Она говорит, мне это не важно, с ними надо быть аккуратнее. А вот на диван постелить. Ну, с ними надо быть аккуратнее. То есть вот ответ, да. Вот. То есть можно сделать по-разному вопрос, насколько это качественно. Этот мех валеный может имитировать натуральный, то есть вот как есть, да, флис целая, шкура, да, на овечке. Вот так целиком его сваляли, он и будет как вот целиком на этой овечке. А может быть совершенно необычным, то есть когда вы взяли от разных пород овец, от разных животных, еще кудри, локоны, все это как-то гармонично, красиво объединили, это будет оригинальная текстура, ваше авторское решение. Он может быть только из овечьей шерсти. Овечье руно на основе тоже из прочесанной или кордочеса, или топса овечьего, то есть вот только из овечьей. А может быть и комбинированным, когда вы туда добавите ламу, альпаку, какие-то еще другие там волокна, вот тогда он будет комбинированным. То есть вот он разный бывает. Основные достоинства рукотворного валеного эко-меха. Натуральность и экологичность. Тут уж все понятно, как бы натуральнее не бывает, когда это с овечки сострижен мех. Экологичность, ну вот считается вот из всего, вот не бывает овечьего сыра с ГМО, не бывает баранины ГМО. Не едят овечки, вот такой корм, поэтому все то, что они нам дают, оно все очень экологичное. Ну и в общем для такого меха не надо животных убивать. Мех валеный, он и мягкий, и пластичный, богатство натуральных оттенков грандиозное, потому что от кипельно-белого до черного, вариантов овечьей шерсти очень-очень много, но при этом ее можно прекрасно еще и покрасить. Ну и естественные водоотталкивающие, согревающие свойства овечьей шерсти мы знаем, и в этом валеном мехе они не просто сохраняются, они как бы вот еще и увеличиваются. И каждая вещь уникальна, потому что вы ее сделали своими руками. И единственные проблемы, которые вот могут быть, ну в общем надо уметь стирать и хранить, и защищать от моля этот мех. Ну тут у меня на фотографии Елена Петровна Березовская, мы делали такую фотосессию, красивая женщина, красивый бег, вот как-нибудь она этот проект опубликует полностью, я надеюсь. Вот. Ну, меховые ковры валеные хороши в интерьере. Заметьте, да, смотрятся они ничуть не хуже, большие или маленькие, ничуть не хуже тех самых искусственных, которые были на предыдущих фотографиях. Вот если там про искусственный мех, я разные фотографии из открытых источников, из интернета брала, а вот тут уже то, что касается войлока, это будут исключительно фотографии моих работ, да, то есть я ни у кого из коллег ничего не заимствовала, не просила, просто не было времени на согласование, хотя, конечно, есть авторские работы прекрасные, к которым я отношусь и с уважением, и с восхищением. Но тут уж буду использовать фотографии своих работ, потому что их, в общем, у меня и много. Вот. И какой бы ни был ковер, маленький или большой, он все равно в интерьере смотрится прекрасно. Валеные подушки, да, меховые, правда, я не просто делаю вот подушки, я делаю чехлы на подушке, ну, потому что зачем огромную подушку, там, допустим, заказчику отправлять, да, за воздух платить, чехол можно сложить достаточно компактно, ну, и потом дома, это всегда вот легко там вытряхнуть, постирать, очень хорошо применимо, очень любят эти подушки заказчики, прямо, ну, не знаю, каждый месяц подушку, две я точно делаю при всех остальных заказах. Ну, валеные мехы в одежде для женщин, это вот фотографии еще 10-го года, вот тут, кстати, как раз вариант, когда использовались флисы разных-разных овечек, да, не только вот пятнистое само полотно курточки, но даже вот сама вот эта вот меховая опушка внизу, там много сортов шерсти разных пород овец, локоны. Вот такой вот вариант, это, кстати, вариация на одну и ту же тему, да, вот этот вот кейп, в конце года будет по нему курс, но вот тоже как бы вариант, да, тоже разная шерсть, можно делать большую, меньшую вот эту меховую оторочку, ну, тоже как бы, вот видите, вот первая фотография, да, это кейп 10-го года, вот где в профиль, тоже девушка стоит, такой более пушистый мех, это уже работа 13-го года, да, то есть вот за три года трансформация у меня произошла, да, я наработала какие-то навыки, это все меняется, то есть одежду для женщин можно прекрасно делать. Аксессуары, воротники, да, мы еще о них там будем говорить, но меховые воротники, я их делаю по своей технологии, ни у кого ничего я не заимствовала, ничего не мастер-класса не посещала, видела готовые воротники, не я одна их делаю, во многих из них меня не устраивало само качество войлока, и на выходе внешний вид тех локонов, которые могли бы выглядеть роскошно, а выглядели как подваленные локоны, вот именно это заставило меня много работать в этом направлении, но такие воротники идут абсолютно всем, их постоянно заказывают, хорошо покупают, идут они, ну вот всем, каждая женщина чувствует себя в нем королевой, и они могут быть самые разные, по фасонам, может быть больше меха, может быть меньше, можно комбинировать разные виды шерсти, может быть вот такой кипельно-белый, как ангельские крылья, вариант, разные, разные фасоны и разные стили, и все это рукотворный, валеный эко-мех из овечек, флисов, ну для мужчин тоже, тоже вариант, вот муж мой с удовольствием носит и свитер, и толстовку, такие вещи я делаю на заказ, но не только одежда для мужчин, мужчина с удовольствием помогает в работе, вот знаете, ну как сказать, вот если вы не сваляли что-нибудь хорошее вашему любимому мужчине, там, другу, мужу, папе, сыну, брату, он не поймет, как это классно, и вряд ли вы уговорите вам помогать, ну конечно, ради большой любви, может быть там рулон покатать, и то вряд ли, но как только прочувствует человек какой-то кайф, какие-то замечательные вещи, удовольствие будет доставлять даже процесс работы, то есть, ну у меня вот муж говорит, что ему это нравится гораздо больше, чем даже в спортзал ходить, так что, вот, такие вот, интересные варианты, муж очень помогает, ковры, я не буду никого обманывать, сейчас большие ковры, да, конечно, мы делаем вместе, я придумываю, подбираю материалы, делаю всю раскладку, а тяжелую такую физуху, конечно, муж помогает делать, вместе катаем, это очень хорошо, это объединяет между прочим, вот, ну и, конечно, валеный эко-мех хорош для детей, видели там, да, фон из искусственного меха для деток новорожденных, вот там он хорош как мех, как фон, а вот когда это натуральная шерсть, натуральные овечьи кудряшки, это хорошо для жизни и для здоровья, то есть если вы своих деток любите, любых возрастов деток, порадуйте их чем-то вот таким, настоящим, натуральным, но тут вот эта фотография замечательная, это канадские дети, это дети наших друзей, вот, мальчика зовут Яромир, а девочку зовут Серафима, вот такие вот канадские дети, но, вот знаете, если взрослый человек, взрослая модель, может какое-то выражение лица, там, какую-то эмоцию еще изобретать, дети не притворяются, ни грудного младенца, новорожденного, Симочки тут буквально, там, может быть, месяц от родов, ни Ярик, вот попробуйте подростка изобразить, что ему что-то нравится, нет, не получится, у детей эмоции самые искренние, и видите, как им хорошо, и вот, соответственно, прошла пора поговорить об основных критериях качества валеного эко-меха, и тут, друзья мои, я хочу вас удивить, я в своих мастер-классах всегда говорю, как валять, на каком этапе остановиться, когда считать мех доваленным, и, в общем, вот, про критерии качества, обязательно говорю, во всех своих платных классах, а вот тут я хочу сказать вам про критерии качества со стороны заказчика, как заказчик видит это, чего наши покупатели ждут от этого меха, чтобы заплатить от него, за него хорошие деньги, не пожалеть о своей покупке, а потом покупать, покупать еще, ведь это очень важный момент, пока не начинаешь работать в этом направлении, вряд ли об этом задумываешься, ну, разве что, как вот покупатель, допустим, кому-то придешь, и вот что от нас действительно требуют покупатели, чтобы не было никаких придирок, чтобы были они довольны, чтобы это нравилось, как продукт. Ну, во-первых, да, в соответствии фактуры меха предполагаемые функциональные нагрузки изделия, то есть, если у вас заказывают, допустим, длинноворсовый ковер, но для интерьера, чтобы ходить по полу. Если он будет совсем, длинный ворс, если будет очень кудрявый, он моментально наберет в себя всякий мусор, да, и это будет неприемлемо, пропылесосить его будет тяжело, постоянно стирать бесконечно, тоже надоест, значит, совсем длинные кудри вроде не подойдут, если это ровные, значит, чтобы хотя бы можно было пылесосить, да, то есть, вот все вот эти моменты, это вот я как один пример вам привожу, да, потому что фотография тут такая, но на самом деле, вот все такое, вот допустим, если у вас на стене висит меховое панно, это одно, его не надо там застегивать, расстегивать, а если сидеть надо, допустим, на покрывале, то извините, попой будет этот мех затираться, если вы хотите носить там, я не знаю, шапку, продумайте, чтобы у нее меховая пушистая часть сзади, вот на затылке, да, была как-то более плотно подвалена, если это манжеты, продумайте какую-то окантовку, если это воротник, у него должна быть хорошая основа, то есть, вот это моменты, да, такие вот, человек будет смотреть и подсознательно ожидать того, что мастер это уже знает, мастер это продумал, и даже если покупатель еще до конца не понимает, вот что же такое, вот как объяснить, и как это должно быть, вот мастер должен это знать сам, и объяснить человеку, ну, сбалансированность основы и меховой поверхности изделия, то есть, если вы хотите сделать обширный пушистый меховой воротник с большим ворсом каким-то, и положите его на тонюсенький-тонюсенький слой основы, понятно, что основа разбежится в дырке, да, это будет нехорошо, разные, разная основа должна быть на воротниках, допустим, на аксессуарах, если вы этот воротник хотите носить поверх пальто, или, допустим, на голое тело поверх платья, да, там по-разному обработанная изнанка, то есть, ну, вот разные-разные-разные варианты, вот эти сочетания, они должны быть обязательно сбалансированы, где-то можно подвалять снизу ткань, где-то хорошо выложить волокнами, где-то не надо, наоборот, выкладывать волокнами, но можно заламинировать, допустим, кашемиром, ну, то есть, вот варианты эти продумывайте, начинайте вести себе таблицы, это очень важно, вы будете накапливать вот этот большой опыт. Третий момент, ну, выразительность и оригинальность меховой фактуры, как правило, ковры, которые вот просто, и ковры, и воротники, которые вот просто имитируют какой-то там кусочек овечьего меха, ну, вы знаете, что овчином, вот он далеко не самый дорогой мех. А, я извиняюсь, это у меня вот тут рядом собачка ходит, это она ушами встряхнула. Простите, пожалуйста, за шумы в эфире, она тут немножко походит мимо. Вот, то есть, меховая фактура, она может именно имитировать овечий мех, а можете вы создать что-то интересное свое. Если оно будет гармоничное и красивое, этот мех валеный, он будет стоить на порядок дороже. И очень часто покупатели вам могут сказать, что да, я хочу вот, да, как у овечки, ну, чтобы еще вот так, вот так и вот так. Ну, в чем-то покупателя надо урезонить, успокоить. А в чем-то можно послушаться, прислушаться к совету. Вот тут у меня фрагмент фотографии. Это коврик был совершенно из недорогих флисов. Это Бергшафт, да, тот, из которого вот тапочки, к примеру, валяют. Это флисы недорогие, Бергшафт. Но я собрала четыре разных флиса для того, чтобы интересно такими пятнами, волнами их разместить, и чтобы ковер выглядел вот по цветовому решению очень необычно. Так что вот, вот такой вот еще может быть. Это очень важный критерий. Устойчивость к деформации погодным условиям. Ну, когда-то были времена, когда, допустим, какие-то вещи делались, ну, прямо вот так и писали про ЭКОМЕХ, что желательно не стирать, только химчистка, а то, в общем, где-то писалось, что и даже это нельзя делать. Сейчас время прошло. В общем, во всех странах, на всех континентах, наверное, покупатели более избалованные. Одноразовые вещи покупаются, ну, без особого желания, особенно, когда за них надо платить достаточно большие деньги. Значит, очень важно то, чтобы ваши изделия из ЭКОМЕХ валеного, если они предполагаются как бы носить поверх одежды, да, верхней, значит, они должны быть устойчивы к деформации и погодным условиям. То есть в дождь, в снег или в солнечную, осеннюю, весеннюю погоду это не должно расползаться, не должно выглядеть какими-то там драными тряпками, какими-то непонятными. То есть вещи должны сохранять свой внешний вид и служить долго. Потому что, ну, да, вот не должна лезть шерсть. Тут кто-то вот, я время от времени только взглядываю в чат, не могу постоянно это делать. Ну, вот вижу, да, с козем пухом сложновато работать, там есть свои хитрости, чтобы он не лез. Но на то, что часть вылезет, все равно приходится закладываться с самого начала. Вот. Ну, а потом обрабатывать так, чтобы вот на готовом изделии осталась уже только стабильная, четкая такая вот часть этого метра. Вот. И пятый пункт, это очень важный критерий тоже, это простота и доступность ухода за изделием. Потому что, ну, вот допустим, что воротник, что ковер, любая другая вещь, и сумка в том числе, все, что сделано, вот такое вот меховое, эти вещи должна быть возможность постирать. Стирать вручную, допустим, ковер два на два метра. Представляете себе, как его отжимать и как его сушить? И где? Да, то есть, если на него там ушло четыре килограмма флиса, полтора килограмма шерсти, ну, нереально это постирать руками. В химчистку такие вещи неохотно берутся. Значит, делать надо так, чтобы вы с чистой совестью написали в инструкции по эксплуатации, что это стирается в машинке при определенных условиях, ну, определенный режим. И вы должны на это давать гарантию и за это отвечать. Потому что все, что сложно в эксплуатации, все, за чем невозможно ухаживать, в общем-то, по крупному счету, на сегодняшний день покупателей отталкивает. То есть, вот это тоже такой вот очень важный, один из основных критериев качества, о которых задумывается покупатель. Я несколько раз сталкивалась с тем, что, ну, вот еще там на выставке, да, человек стоит у меня на стенде, раздумывает про покупку и про все и говорит, ну, а как это, вот где я буду чистить? Я говорю, а где? В стиральной машинке? Да! И покупают. То есть, вот такой вот это очень важный момент. И так далее. И так далее. Продолжение следует...